Для обеспечения водой населения города Жанна-Узень разрабатывается еще один проект. Так планируется строительство трех резервуаров на территории водочесного учреждения «Узень-Инвест». С планами по увеличению мощности предприятия ознакомился заместитель премьер-министра Канат Базумбаев, прибывший с рабочей поездкой в регион. Для города нефтяников «Узень-Инвест» является главным жизнеобеспечивающим предприятием. Здесь работает 41 специалист, которые очищают техническую воду, поступающую с Урала, а затем отправляют на нужды населения. Предприятие способно производить только 25 тысяч кубометров воды, а всему городу в сутки необходимо 45 тысяч кубометров. В целях решения нехватки ресурса необходим еще резервуар на 30 тысяч кубометров, говорит главный инженер учреждения. Дополнительный резервуар необходим. Если случится авария, у нас будет запас воды на три дня. Сейчас идет разработка проекта на строительство резервуара на 30 тысяч кубометров. Если завершится разработка проекта и его профинансируют, мы рассчитываем, что вопрос будет решен. В рамках рабочей поездки в Мангистау вице-премьер также посетил газоперерабатывающий завод с 51-летней историей. Предприятие работает на полную мощность. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство нового завода. Также будет рассмотрен вопрос досрочного завершения проекта. Процесс строительства нового завода идет медленно. Сейчас ведется обсуждение вместе с вновь прибывшим руководством казмной газа. Продление срока в течение следующих 1-2 недель. Срок окончания строительства в 2027 году. Хотя можно завершить раньше. Рассмотрим, изучим. Потом примем решение. Действующий завод выпускает в месяц 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа. А два года назад была установлена новая компрессорная установка, которая увеличила мощность предприятия. В дальнейшем внимание будет уделено сохранению учреждения с более чем 900 сотрудниками. После ввода в эксплуатацию нового завода у нас есть планы повысить безопасность на старом заводе и оставить его в эксплуатации. Для этого сейчас совместно с компанией казмной газ ведутся научные исследования по поиску дополнительного попутного нефтяного газа. Визит членов правительства в область продолжился. На встрече Аким города Жансиит Кайнарбаев доложил о показателях экономического развития Жанаузеня. В своем выступлении он отметил наличие проблемных вопросов, таких как ремонт дорог, безработица, дефицит школ и повышение квалификации учителей, привлечение медицинских работников, развитие туризма. В завершении совещания заместитель премьер-министра дал поручение о создании системного плана по решению обозначенных проблем.